Что теперь будем делать с этими сладостями? Тебе ведь они больше не нужны. Давай раздадим их сироткам. Я так и знал. У тебя доброе сердце. Слендер, расскажи историю, как ты меня нашёл. Это долгая история. Усаживайся поудобней и слушай. Ну вот. Остался я теперь один. Хоть волком бой, никто не услышит. Скучно одному. Интересно, как там Пеппа поживает? Скучает ли по мне? А младше что делает? Небось играет со своим мишей. Так. Соберись, тряпка. Ты же Слендер. Ты можешь найти себе других детей. В конце концов, поймать пару мальчишек или девчонок не составит труда. Недавно видел я одну девочку в соседней школе. Что-то понравилось мне в ней. Может быть, то, что её так же обижают и притесняют сверстники? Как меня когда-то в детстве. Может быть, у нас с ней есть что-то общее? Нужно понаблюдать за ней. Если она действительно такая, как я о ней думаю, я выкраду её. Ну что, мелкая? Поиграем в толкалки? Не надо, дельфина. Мне не нравится эта игра. Зато нам нравится. Держи, Эмили. Фу, какая уродина лысая. Держи обратно. Я уже говорила, что я больна. Поэтому меня постригли наголо. Ага, рассказывай. Просто ты инопланетянин. Фу, держи этого гуманоида четырёхглазого. Дельфина, ну ты слова-то подбирай. Ах, ну да. Извини, я не подумала. Ты же у нас тоже плохо видишь. Ну тогда держи эту полоумную. Смотри, кто это? Где? Да всё уже. Исчез. Кто? Странный человек. В чёрном костюме. Высокий и тонкий. Без лица. Дельфина, ты извини, конечно, но называть меня полоумной, когда у самой с головой непорядок, это кажется нечестно. Габриэла, ты много себе позволяешь. Ты забыла, что я тут в самой сильной школе. Могу и стукнуть. Дельфина, ну действительно, ты странные вещи говоришь. Человек без лица. Где это видано? Я не верю тебе. Но я действительно его видела. Он стоял там, а потом исчез. Растворился в воздухе. Дельфина. Это уже становится не смешно. Я советую тебе сходить в медпункт. К доктору. Пусть он тебя проверит. Может, ты переутомилась на уроках? Скажешь тоже. Где я и где уроки? Ну, может, ты права? Наверное, мне не здоровится. Схожу. Кажется, меня заметили. Только жаль, что это не та девочка, которую я хочу забрать. Нужно стараться не попадаться этой дельфине на глаза. А то потом придется и ее выкрасть. Но уж больно она задиристая. Не люблю такую компанию. Ведь именно такая девочка и погубила меня. Я был влюблен в нее. Но для нее я всегда был странным мальчиком. Я признался ей в своих чувствах. А она надругалась над ними. Рассказала о моей любви своим приятелям-хулиганам. И они, заманив меня в лес, замучили. Из-за нее я такой стал. Нет, однозначно, не хочу забирать ее. Мне нужна Габриэлла. Она так похожа на меня. Мы найдем с ней общий язык. Нам будет о чем поговорить. Доктор, помогите мне. У меня галлюцинации. Да что ты говоришь? У меня тоже. И что же? Вы тоже видели тонкого человека без лица? Боже, меня упаси. Просто каждый раз, когда я прихожу домой, мне кажется, что я вижу крокодила. Но это всего лишь моя жена. Так вы поможете мне? Или нет? Да. На вот. Держи таблетку. Она тебе обязательно поможет. В отличие от моего случая. Мне уже ничто не поможет. Габриэлла. Иди сюда, быстро. Давай играть в толкалки. Эмили, остановись. Ну давай, поиграем. Девочки, не нужно. Мне не нравится эта игра. Зачем вы надо мной издеваетесь? Потому что нам так нравится. Становись давай. Не буду. Я вам не мячик. Ты что, страх потеряла? Что? Опять он? Эмили, смотри, тонкий человек. Где? Он опять исчез. Дельфина. Хватит мне лапшу на уши вешать. Да я честно говорю. У меня с головой все в порядке. Доктор дал мне таблетку от галлюцинаций. Видать, у тебя серьезный случай. И таблетка не помогает. Нет. Я думаю, что у меня все в порядке. И докажу это. Я сфотографирую его. И покажу тебе. Вот тогда тебе придется просить у меня прощения. А эта девочка Габриэла мне нравится. В ней есть характер. Хоть над ней все и издеваются. Но это только потому, что она не такая, как все. Думаю, она не упадет в обморок, когда увидит меня. И это хорошо. Мне нужен собеседник, который не будет трепетать от страха. Но и не будет дерзким. Теперь никаких наглых сожителей, как эта мама-свинка. Нужно тщательно подбирать своих жертв. Чтобы потом не пришлось жалеть. Решено. Я выкраду ее. Но как это сделать? Ведь ее обидчики просто не отходят от нее ни на шаг. Когда она гуляет, они играют с ней во всякие унизительные игры. Пойдет в туалет, там издеваются над ней еще более жестоко. Пока не видит преподавателей. Даже ночью они не отстают от нее. То устроят ей темную, то еще что придумают. Нужно продолжать следить за ней. И как только будет возможность, я заберу ее с собой. Все же со мной ей будет куда лучше, чем с такими скверными одноклассниками. Я докажу, что тонкий человек существует. Найду его, где бы он ни был. Но где мне его сейчас искать? По-моему, это какой-то маньяк, который любит подсматривать за девочками. Может, нужно взять фотоаппарат с собой и пойти к лесу прогуляться с девчонками? Возможно, тогда он опять появится где-нибудь под деревом, как обычно. И не успеет опомниться, как я его сфотографирую. И с каким удовольствием я предоставлю доказательства Эмили. Да она в ногах у меня будет валяться, чтобы я ее простила. Но я буду непреклонна. О, да. Так. Где мой фотоаппарат? Эмили. Идем со мной к лесу прогуляемся. Хорошая погода. Неохота. Надоело. Одно и то же. Возьмем с собой Габриэлу. Поиздеваемся над ней. Будет весело. Ну, если так, тогда ладно. Девочки, зачем вы меня сюда привели? Играть будем тут. Чтобы никто не мешал. Опять в толкалке? Я не хочу. Не хочешь? Тогда мы тебе ночью лицо зубной пастой намажем. Или велосипед сделаем. Что еще за велосипед? Ставим спички между пальцев ног. И зажжем. Думаю, ты догадывайся, почему это называется велосипедом. Какие гадкие девчонки. Даже я не занимался такими подлыми делами. Ух, нехорошие какие. И куда их воспитатели смотрят. Ага. Вон он стоит. Следит за нами. В этот раз сделаю вид, что не заметила. Чтобы не спугнуть его. Бедная моя девочка. Эти изверги не устают издеваться над тобой. И не оставляют тебя ни на минуту, чтобы я забрал тебя с собой. Что? У нее фотоаппарат? Она хочет меня сфотографировать. Не успела. Опять испарился. Ну нет. От меня так просто не спрячешься. Я найду тебя во что бы то ни стало. Что ты сказала? Дельфина, ты куда? Не ходите за мной. Я должна сфотографировать тонкого человека. А? Ну иди. Сумасшедший. Какая неслыханная дерзость. Эта дельфина решила сфотографировать меня. Я никому не позволю собирать данные обо мне. Люди не должны знать, кто я и где обитаю. Ну настырная. Она все же решила меня преследовать. А ведь преследовать это моя работа. Это я тут слендер. Какая наивная эта девчонка. Думает, что меня так просто можно сфотографировать. Это пока никому не удавалось. Ведь я могу влиять своим магнитным полем на любую аппаратуру. Это возможно, разве что, если застать меня врасплох. Но это уже вовсе нереально для обычного человека. Нужно оставить ей какую-нибудь запугивающую записку. Послание. Может, тогда она испугается. И перестанет искать меня. Ну все. Устала искать его. Нужно возвращаться назад. Что это? Какая-то картинка. Написано. Нет, 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 нет. Мне кажется, тут нарисован этот тонкий человек. Что это значит? И кто оставил это послание? Непонятно. Теперь мне тем более хочется разгадать эту загадку. Буду искать его дальше. Я узнаю, кто он. И зачем скрывается. А главное, мне нужно его фото. Заберу эту записку с собой. Может пригодится. И еще одна. Просто рисунок с этим тонким человеком. Что бы это значило? Какая недогадливая девочка. Мозгов хватает только на то, чтобы мучить других. Нужно написать что-то более пугающее. И еще записка. И еще записка. Что он следит за мной. И то, что глаз у него нет, тоже знала. Тоже мне новость. Написал бы что-нибудь поинтереснее. Если он следит за мной. Значит он услышит. То, что я ему крикну. Эй, слепыш. Кто ты такой? И зачем следишь за мной? Ух, наглая какая. Еще и обзывается. Нужно писать ей поконкретнее. Тонких намеков она не понимает. Оставь меня в покое. Ага. Испугался? Кажется он меня боится. Я догадывалась. Ведь если бы не боялся, то не стал бы прятаться. Все меня боятся. Дома, в школе. Еще и этот лысый. Круто. А я вот никого не боюсь. Да уж. Наглости и храбрости ей не занимать. Своей хватает. Может припугнуть ее пожестче. Может тогда до нее дойдет, что она не с тем связалась. Я ей не какой-то там лысый слепыш уродец. Я Слендер. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я... Ой. Кажется она идет. Еще одна записка. Не преследуй. Он у тебя заберет. Что? Он что, совсем рехнулся? Эй. Богомол. Ты слышишь меня? Выходи, подлый трус. Я тебя не боюсь. Да, она надсмехается надо мной. И ее ничем не запугаешь. Мне самому страшно становится от одной только мысли, что было бы, если бы я забрал ее к себе. Нет. Такого врагу не пожелаешь. Тогда у меня есть только один выход. Чтобы избавиться от нее. Да. Это неприятно. Но нужно сделать. Давно я таким не занимался. О, еще одна записка от Тонкого Человека. Написано, помоги мне. Что? Вот это поворот. Так ему помощь нужна? А он мне тут всякие гадости пишет. Я, конечно, ему не собираюсь помогать. Очень уж хочется узнать, что ему нужно от меня. Может, получится пойметь какую-нибудь выгоду с этого. Или, к примеру, если все-таки оказать ему помощь. Если это что-то несложное. Тогда я потребую сфотографироваться с ним. Это было бы очень круто. Если бы он позволил это сделать. Я удивила бы не только Эмили. Обо мне узнали бы все в округе. Девочка, которая никого не боится. Даже черта лысого. О, да. Такая слава мне по нраву. А вот и он сам. Показался и исчез. Как же ему помочь, если он убегает? Странный какой-то. Не понимаю, почему по-человечески не подойти ко мне и не спросить, что ему нужно? Наверное, все-таки он меня побаивается. Мне это нравится. Еще одна записка. Следуй. Ага. Это он от меня не убегает, значит. А манит куда-то. Хочет что-то показать. Ну ладно. Аминь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Смогу ли я теперь выйти отсюда? Ха-ха-ха-ха! Ну вот и все! Она никогда не сможет выбраться из этой пещеры! Выход тут один. Мое логово она ни за что не найдет. В лабиринтах пещеры заблудилось много любопытных тех, кто искал меня. А даже если и найдет, то не сможет спуститься вниз, так как это очень глубоко. Да и не стала бы она лезть в черную дыру. Она же не сумасшедшая, хоть и храбрая. Вот так. Вроде и руки не замарал и избавился от этой назойливой девчонки. Теперь мне никто не помешает выкрасть мою Габриэллу. Скоро я освобожу ее от ее обидчиков, и мы с ней здорово заживем. Я буду печь для нее пироги, и мы будем по душам беседовать на крыльце моего дома. Вот записка от него. Не можешь убежать. Он шутит. Он же помощи просил. Что это все значит? Неужели он решил меня погубить? Нужно взять себя в руки и идти дальше. Я либо найду его, либо найду выход отсюда. Что же это такое? Никак не могу достать Габриэлу одну, чтобы похитить. Избавился от одной девчонки прилипавы. Так вторая теперь не отлипает. Габриэлла, послушай, я хотела попросить тебя кое о чем. Тут такое дело. Ты сама знаешь, дельфина ушла в лес и не вернулась. Я не думала, что так получится. В общем, я хотела попросить тебя переночевать в нашей с дельфиной комнате. Ты что, боишься спать одна? Нет, конечно. Вот еще. Я вообще ничего не боюсь. Но я так привыкла, что в комнате всегда есть кто-то. Что мне становится не по себе, когда я там остаюсь одна. Ну ладно. Если тебе от этого будет легче, переночуй на кровати дельфины. А вот беда. Эта несносная Эмили уговорила мою крошку Габриэлу спать в ее комнате. Значит, она по-прежнему остается недоступной для меня. Не стану я рисковать и похищать ее, когда кто-то есть рядом. А то вдруг еще эта Эмили проснется и увидит меня. А еще хуже будет, если она закричит. Тогда хлопот прибавится. Придется и ее забирать с собой. А мне этого совсем не хочется. У нее такой скверный характер. И мне жизнь попортит. И Габриэлу еще будет обижать. Нет уж. Придется подождать какое-то время. Вот кровать дельфины. Располагайся. И чувствуй себя как на своей. Только не вздумай привыкать. Ведь завтра дельфина вернется. А ведь правда? Габриэла. Чего ты молчишь? Конечно, она вернется. Куда она денется? И если только ее в лицу волки не сидят. Дельфина. И зачем только я тебя отпустила? Эта пещера очень большая. Возможно, если поискать, то я найду другой выход из нее. Во всяком случае, стоит попытаться. Нельзя сдаваться. Что это? Скелет? Возможно, этот человек тоже заблудился в этой пещере. Возможно, он умер от голода. Так, кушать охота. Зачем я пошла за тонким человеком так далеко? Аж поле сейчас макарошки дают. Кажется, у него в руках записка. Какой горябый почерк. Писал, как курица лапкой. Попробую все же разобрать. Если вы читаете это, значит, я уже мертв. Я отправился на поиски тонкого человека по имени Слендер. О нем я узнал от папы-свина, который жил у него какое-то время. Мне, как журналисту, было жутко интересно повстречаться с этим существом, которое, по словам того же папы-свина, было довольно добрым внутри и страшным снаружи. Добравшись до его пещеры и с трудом отыскав глубокую дыру, которая вела в логово Слендера, я начал спускаться в нее по веревке. Но какое великое разочарование я испытал, когда понял, что веревка была короткой и не доставала до дна метров пять. Это же очень и очень много. Это все равно, что спрыгнуть со второго этажа. Я решил выбраться из пещеры и вернуться домой. Но тут меня ждало очередное разочарование. Я не смог найти выход. Тогда я все-таки решил прыгать в дыру. Я искал ее. Искал несколько дней. Но второй раз уже не нашел. Нужно было оставить какие-нибудь метки. Но я этого не сделал. Поэтому виноват сам. Умираю от голода и холода. Надеюсь, попаду в рай. Прощайте. Высота пять метров? Для меня это немного. Я ведь лучшая в школе по спортивной гимнастике. Найти бы только эту дыру в логово. Возьму веревку. Мертвецу она уже ни к чему. Что такое? Я уже была тут. Получается, я целый час ходила по кругу? О нет! Неужели меня ждет такой бесславный конец, как и этого несчастного? Ведь я так же, как и он, заблудилась. Голодная, как волк. И замерзла, как собака. Нужно разжечь огонь. Хорошо, что я с собой хоть спички взяла. Вот и записки от тонкого человека пригодятся. Не зря собирала. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Так как же? Сквозняк из того прохода все потушил. Эврика, если сквозняк дует оттуда, значит, скорее всего, там выход. А вот и она, долгожданная дыра. Получается, тот бедняга умер в двух шагах от нее. Даже не догадываясь об этом, пора спускаться вниз. Это моя единственная надежда выжить и найти тонкого человека. Да, тут действительно высоко. Не советовала бы кому-то прыгать с такой высоты. Можно ногу сломать запросто. Но когда на кону стоит жизнь, делать нечего. А-а-а! Я цела. Повезло. Как говорится, темно дышать и воздуха не видно. Темень такая, что хоть глаз выколи. Вижу только маленькую светящуюся точку. Пойду в ее сторону. Значит, это и есть логово Слендера. Осталось только его найти. Я ему задам трепку за то, что чуть не погубил меня. Тут есть кто-нибудь? Тихо, как в гробу. Кажется, нет никого. Или прячется. Ничего себе. Да тут же целый склад сладостей и всяких вкусностей. Пора утолить мой зверский аппетит. Пожалуйста, ради бога, пощадите. Меня дома ждут малые дети. Они так и да хотят кушать и ждут папу. Дайте мне ящик вкусных конфет, и я уйду. Я дам вам самые вкусные конфеты с нашего магазина. И чтоб вы мне были здоровы. Только прошу вас, не тройте меня. Вот, пожалуйста. Вам они понравятся. Это вкуснее, чем кушать человеков. Спасибо. Я, кстати, ничего такого делать и не собирался. Не люблю кушать людей. Просто мне нужны конфеты для моей новой гости. Я просто попросил их у вас. А вы любезно согласились мне их дать. Так и да, конечно, любезно согласился. Только прошу вас, больше не приходите к нам. Я отдал вам самые лучшие конфеты, что у нас были. Если вам нужно еще, то лучше посетите соседний магазин. Шахаладный заяц Рашпен. У него их есть очень много, чтоб я так жил. Хорошо. Попозже зайду и к шоколадному заяцу. Ведь мне нужно много сладостей, чтобы моя гостья была счастлива. Все. Не могу больше. Объелась. Никогда столько сладостей не ела. Еще чуть-чуть и попа слипнется. Что? Как ты тут оказалась? Не ждал. Я пришла тебя сфотографировать. Да как ты смеешь, дерзкая девчонка. Ты разве не знаешь, что я могу с тобой сделать? Не знаю и знать не хочу. Лучше подумай, что я могу с тобой сделать. Со мной не так-то просто справиться. Даже директор школы боится меня. Я мастерски вынесу твой мозг, если он у тебя есть, конечно. Этому меня мама научила. О боже. Да что же за наказание такое. Сначала мама свинка, теперь ты. И не нужно так убиваться. Мне всего лишь нужно одно фото с тобой. На память. Ладно, ты сможешь сфотографировать меня, но... Вместе. Что? Мне нужно сделать селфи вместе с тобой. Ты и я в одном кадре. Хоть вдоль и поперек меня селфи, но при одном условии. Помоги мне похитить Габриэлу. Ты в своем уме? Похищение? Это же преступление. Преступление? Это то, что вы издеваетесь над бедной сироткой. А со мной ей будет весело. Я собрал лучшие сладости, которые можно достать. Со мной есть о чем поговорить. Поверь, ей тут будет хорошо. Так и быть. Я помогу тебе. Чего не сделаешь ради достижения своей цели. Дельфина, где ты пропадала? Я так переживала за тебя. Девочки, у меня для вас есть сюрприз. Идем со мной. К лесу. На поляну. Не томи и расскажи, в чем дело. Где ты была? Никаких вопросов. Скоро все сами узнаете. Ты такая загадочная. Как улыбка Мона Лизы. Ладно. Идем. Ну вот мы и пришли. Эмили, подожди тут пару минут. А мы с Габриэлой сходим вон в те кусты. Только не подсматривай. А то я рассержусь. Хорошо? Договорились. Куда мы идем? Мне страшно. Не волнуйся. Все будет хорошо. Габриэлла, не пугайся. Познакомься. Это наш новый друг Слендер. Он не причинит вреда. Здравствуй, Габриэлла. Очень приятно познакомиться. Наш новый друг Слендер обещал мне фото с ним. Габриэлла, держи телефон. И сфотографируй нас разиков так десять, чтобы наверняка получилось. Слендер, позируй. Пожалуйста. Отлично. Дело сделано. Габриэлла, дай сюда фотоаппарат. Пообщайся немного с Слендером. А я сбегаю и покажу фоточки Эмили. Только не иди за мной. Эмили! Эмили! Иди сюда. Сейчас я тебе такое покажу. А где Габриэлла? Забудь за нее. Ты лучше сюда посмотри. Сейчас ты обалдеешь. И что тут такого? Я что ли твоих фоток не видела? Ну, он фотографировался со мной. Кто? Слендер. Длинный человек. Как жираф. Тебе лечиться нужно, подруга. Идем со мной. Может он еще тут, в кустах. Слендер, ты обманщик! Я сегодня же пойду к директору и попрошу его, чтобы тебя отвезли в местную психушку. Ты мне еще потом спасибо скажешь. Кстати, а куда Габриэлла пропала? Ну как, Габриэлла? Тебе нравится мой дом? Нравится. Не стесняйся. Бери любые сладости, какие видишь. Ведь все это я собрал для тебя. Чтобы ты была счастливой. Я не хочу этих сладостей. Ты чем-то недовольна? Поверь, тебе тут будет лучше. Лучше, чем в школе, в которой тебя все обижают. Дело не в этом, Слендер. Я просто плохо себя чувствую. Приляг, отдохни. И тебе станет легче. Ты просто переволновалась. Нет. Не в этом дело. Ты меня совсем не пугаешь. Наверное, потому что я знаю, что конец мой близок. О чем ты говоришь? Я не трону тебя и пальцем. Я больна, Слендер. Очень больна. Недавно мне делали химиотерапию. И поэтому сбрили волосы. Доктор сказал, что чем больше я буду радоваться и наслаждаться жизнью, тем быстрее я выздоровею. Но я слышала, как он за дверью сказал. Девочке уже ничего не поможет. Он сказал это о ком-то другом, Габриэлла. Верь в лучшее. Не унывай. Доктор сказал, тебе нужно радоваться и наслаждаться жизнью. И тогда ты выздоровеешь. Я знаю, что тебя может обрадовать. Приляг, отдохни. Я сейчас вернусь. О боже, что за чудовище? Мне нужен самый большой и самый вкусный торт, который у вас есть. О боже, что за чудовище? Хватит орать одно и то же. Принесите торт и я уйду. Я вам так и дам торт. Но если вам надо еще, то у моего соседа вы их найдете больше. Габриэлла, посмотри, какой большой торт я принес тебе от шоколадного зайца. Габриэлла, ты спишь? Не может быть. Этого не может быть. Она говорила правду. Болезнь погубила ее. Я опоздал. Почему судьба так немилосердна к ней и ко мне? Я так долго ждал того момента, когда смогу сделать ее счастливой. Но опоздал всего на один день. Этой хорошей девочке так мало было отмерено жизни. Но даже последние ее дни она прожила угнетаемая своими сверстниками. Она покинула этот мир, не успев насладиться им. Точь в точь, как когда-то судьба сыграла злую шутку со мной, отняв у меня жизнь, подарив иную. Слендер? Габриэлла? Я ли это? Я не узнаю свои руки и ноги. Теперь ты похожа на меня. Я догадывался, что мой дом имеет особую энергию, но не знал, что возможно и такое. Ты ушла из этого мира и вернулась в новом облике. Тебе дан второй шанс, как и мне. Я тоже, как и ты, могу исчезать и появляться, где захочу. Да, наверное, попробуй. Габриэлла, ты где? Тут, не пугайся. Отлично. Когда ты заскучаешь тут, мы всегда сможем отправиться с тобой в путешествие в любую точку света. Нужно только знать куда. Желательно иметь фото. Я всегда об этом мечтала, Слендер. А у тебя есть фотоаппарат? Я буду фотографировать места, которые мне понравились, и потом сможем туда вернуться вновь, когда захочется. Найдем. Кстати, мы можем вызывать помехи в аппаратуре. Поэтому на фото, которые ты делала со мной и дельфиной, меня на самом деле нет. Представь себе, эта негодная девчонка ради этих фотографий предала тебя. Но не будем сейчас об этом. Теперь ты умеешь читать мысли. Ух ты, это интересно. А еще, ты умеешь вот так. Попробуй. Здорово. Мне нравится. Теперь ты бессмертна, как и я. Возможно, мы с тобой проживем целую вечность. А нам не будет скучно так долго жить. Поверь мне, будет весело. Жизнь очень разнообразна. Мне все больше и больше нравится быть такой. Давай спустимся. Смотри, не споткнись. Внизу дом. Смешно. Что теперь будем делать с этими сладостями? Тебе ведь они больше не нужны. Давай раздадим их сироткам. Я так и знал. У тебя доброе сердце. Слендер, расскажи историю. Как ты меня нашел? Это долгая история. Усаживайся поудобней. И слушай.